Кротовая нора Можно в детстве слышать о том, что вот кто-то придет и может украсить ребенка. Были такие сюжеты? Скажите, а кто крадет ребенка? Сиренький волчок, еще. Цыгане крадут ребенка. Может быть, кто-то из вас даже слышал, что такое маца? А скажите, не приходилось слышать, что в мацу что-то там добавляют нетрадиционное? Естественно, кровь христианских младенцев. Это и многое другое сегодня будет затронуто в нашей с вами беседе. Итак, кто крадет детей, для чего кровь маце, откуда взялся голем и зачем доедать ели кука, все это может рассматривать фольклористика, культурная антропология, социолингвистика и многие другие социальные науки. То есть в данном случае все эти материалы, все эти слухи, сплетни, если угодно, они могут выступать источником для исследований. Все эти вопросы, те же самые цыгане, да, или те же самые христианские младенцы и их кровь, все эти сюжеты связаны с таким понятием, как образ другого. То есть мы говорим о том, что существует некоторое большинство и существует некоторое меньшинство. Неважно, религиозное это, этническое или какое-то другое, культурное, политическое меньшинство. То есть ситуация большинства и меньшинства, меньшинство попадает, становится некоторым объектом, про который придумываются разного вот такого рода истории, неблицы. Вы можете называть как их угодно для фольклористики, что это будет конкретный сюжет, который можно рассматривать и изучать. Итак, мы с вами сегодня будем говорить о кровавых наветах. То есть кровавые наветы это необоснованное обвинение в использовании в ритуальных целях крови, да. И кровавые наветы это только одна из разновидностей вот таких вот сюжетов или устойчивых речевых формул. Вообще, если углубиться в историю, то... Как меня? Вот меня так слышно? Да? Если углубиться в историю, то кровавые наветы фиксируются в письменных источниках еще в раннехристианскую эпоху. И внимание в этот момент людьми, ну то есть теми самыми другими, которые пьют кровь и занимаются другими неподребными вещами, становятся сами христиане. Об этом пишет Тертулиан, тот самый, который сказал веру ибо абсурдно. И что же он пишет? Нас называют величайшими преступниками за таинство убиения детей и за то, что потом мы их поедаем. И за кровосмешение после пира. Дитя и при том молодое, которое бы не знало, что такое смерть, которая смеялась бы при виде ножа. Обратите внимание на подчеркнутые слова. Поедание, убиение детей, молодое дитя. Через какое-то время уже сами христиане будут писать в своих сочинениях о других, которые становятся меньшинством. Например, о фрегийских еретиках. И они снова используют те же самые образы, те же самые дети, самые разные способы убийства. В данном случае, например, стальными иглами. То есть мы видим, что фиксируется ряд устойчивых образов, которые и формируют вот эти самые слухи. Если мы обратим внимание на следующие визуальные источники, то мы видим, что здесь эти образы переходят из сюжета в сюжет, из сюжета в сюжет. То есть есть некоторая группа людей, которая будет мучить, убивать, пить кровь и так далее. Вообще, если мы говорим про средневековье уже, то здесь выдвигается новый другой, который становится очень популярным героем таких сплетен. Это евреи или, говоря иначе, иудеи. То есть они, как мы видим, далеко не первые другие, про которых сочиняют такие истории, и далеко не последние. Но весьма популярные. И с чем связаны массовые распространения истории о некоторых детях, которых убивают, ну вот, например, те же самые иудеи, да? Можно отметить две важные причины. Периодически случаются кризисы церкви, и помимо того, очень важным для местных сообществ, для локальных сообществ становится такое понятие, как культ местночтимых святых. Что мы имеем в виду? Итак, представим себе, что есть некоторое поселение, и есть некоторый ребенок, который, например, погибает при каких-то непонятных обстоятельствах, и про которого потом обязательно пойдет такая история. В качестве примера назовем Уильяма из Норвича, XII век. И это, пожалуй, один из самых ярких процессов в истории, который получил судебное представление. И в суде группа евреев обвинялась в том, что они вот умучили этого ребенка, этого самого Уильяма. Что важно? Через какое-то время для местного сообщества Уильям становится святым. То есть он объявляется мучеником за веру. И подобные истории, они распространяются в огромном большинстве, переходят во Францию и далее, и далее, и далее. То есть практически каждое городское, например, сообщество, может, где, например, имеются какие-то другие, к примеру, те же самые евреи, они могут получить для себя местного святого. А местный святой – это самые разные возможности. Это и, например, службы по нему, это возможности получения какого-то экономического для той же церковной институции прибытка. Если мы посмотрим на другие визуальные источники, то мы видим, что все это повторяется из раза в раз. То есть тот же самый ребенок. Несколько позднее появляется образ юной девы, которую умучили. Ну, естественно, почему юная дева? Потому что она будет, забыла поставить значок, да, 12+, той самой невинной жертвой. То есть она приравнивается к ребенку. Если мы говорим про российские сюжеты, то что важно здесь? Исследователь Александр Панченко говорит о трех типах кровавых наветов на территории российского государства. Первый из них – это антисектантский. Вообще надо сказать, что в российском контексте первые такие сюжеты появляются, массово фиксируются в письменной форме в 17 веке. То есть до этого, конечно, были попытки говорить о ересь жидовствующих, например, вообразить себе какого-то местного другого. Но вот именно в 17 веке, когда первые попытки, то есть не самые первые, но тем не менее уже весьма успешные накануне преобразования Петра I, попытки открытия границ, приглашения иностранных каких-то людей на службу, именно в этот момент распространяется этот сюжет. С 18 века, а если мы говорим конкретнее, с конца 18 века, когда во время дележа территории Речи Посполитой Россия отхватывает себе такой немаленький кусочек, на территории Российской империи образуется огромная масса того самого еврейского населения, который здесь всегда жил, но до этого просто относилось, было подданным другого государства, того самого польского. Естественно, вместе с людьми переходят, с территориями переходят и те же самые истории и слухи, которые бытуют на этих землях. И в 19 веке Александр Панченко говорит о том, что выявляется новый сюжет в связи с такой активной православной риторикой Российской империи. Появляется антиаборигенный мотив. Об этом мы скажем далее на примере Мултанского дела. Но антиаборигенный имеется в виду попытка обращения в православие, попытка обрусить какие-то местные группы населения. Ну, то есть местные я имею в виду те, кого называли в Российской империи инородцами, то есть не русских и фактически не православных, но над которыми эти попытки оправославливания предпринимались. На рубеже 19 и 20 веков в Российской империи, наверное, самый большой поток вот этих вот дел, в которых кровавый навец становится основополагающим для возбуждения судебных процессов. И здесь самыми яркими героями, опять же по аналогии со средневековьем, становятся дети. И вот мы можем говорить о примере Гаврила Белостокского, это рубеж 18 и 19 веков, и практически канонически повторяющие его образы, например, мальчика Андрея Ющинского и многие другие образы, когда в довольно сложные для российского государства периоды те же самые черносотенцы активно использовали эти сюжеты для того, чтобы настраивать население, выливать волну негатива на, например, евреев и устраивать те самые еврейские погромы. Если мы говорим про литературу, то, например, одним из ярких источников, где преподносится кровавый навец, становится произведение Федора Михайловича Достоевского, братья Карамазовы. А далее многие другие авторы будут использовать кровавые наветы, судебное разбирательство вокруг них для того, чтобы включать их в свои сюжеты. Но, наверное, Достоевский был одним из первых таких писателей. И мы видим, что вот здесь как раз таки упоминается тот самый жид и некий ребенок, которого этот самый жид умучил. Пример. Я неоднократно повторила, и я еще раз буду это повторять, о том, что кровавые наветы используются активно против самых разных групп меньшинств. И одним из таких кейсов становится мултанское дело, которое непосредственно касается нас в территориальном плане. Почему? Потому что в 1892 году, опять же, непростой период для этих территорий, это неблагоприятные природные условия, это эпидемия чумы. Мы видим, что в селе Старый Мултан, которая на тот момент относилась к маломышскому уезду Вятской губернии, а сейчас это Мамадышский район Татарстана, разворачивается интересный с точки зрения историка, исследователя кейс. В чем он заключается? Жила-была одна маленькая девочка. Однажды девочка шла к бабушке в соседнее село. Ничего не напоминает. Так вот, шла-шла девочка и увидела, что на дороге лежит какой-то мужик. Ну ладно, лежит и лежит, но, наверное, пьяный. Праздники, тем более, там были церковные. Девочка пошла дальше, но когда она шла обратно, она вдруг увидела, что мужик лежит на том же месте. Вообще-то прошло два дня. А подойдя поближе, она увидела, что вообще-то мужик еще и без головы. И начинается судебный процесс. Приезжает урядник, и кто-то уряднику, кажется, кто-то из русских крестьян. А нужно сказать, что девочка была из удмуртской деревни, рядом было русское село. И кто-то из русских крестьян говорит, а вы ведь помните, да что вообще-то удмурты часто приносят кровавые жертвы. Вот у них есть такое понятие курбан, у них есть свои обряды. И ведь они до сих пор не православные. Вроде как ходят в церковь, но потом идут и совершают какой-то свой обряд в белых одеждах. Дело приобрело почти имперский размах. Почему? Потому что по факту власти, суд, фактически империя обвиняла сама себя в том, что все ее попытки оправославить, облагородить, сделать этих людей из каких-то там дикарей полноценными подданными, они провалились, потому что они по-прежнему приносят людей в жертву. К делу подключились интеллектуалы, и надо сказать, что Казанский университет в этом смысле сыграл свою довольно благородную роль. Ну то есть я сейчас не буду заниматься морализаторством, да, для исследователей это не очень хорошо. Но тем не менее было некоторое меньшинство людей, в том числе и тех, кто выступил на стороне обвинения в качестве экспертов. И было некоторое большинство интеллектуалов, которые собирали подписи, которые пытались писать об этом в прессе, которые в том числе пригласили Владимира Галаксеновича Короленко. А он, помимо того, что для нас он известен как писатель, он был очень активным журналистом, и уже имел опыт участия в подобных делах с теми же самыми евреями на территории Украины. И поэтому он видит, что кровавый навет повторяется здесь, привлекает к этому делу известного на всю территорию Российской империи юриста Анатолия Федоровича Кони, и у Рара после трех, только на третий раз, было три судебных процесса, дважды эту группу удмуртов обвиняли, и надо сказать, что среди обвиненных, самым старым из обвиняемых, было почти сто лет, и он даже скончался во время судебных разбирательств. Так вот, все-таки на третий раз, уже в 1896 году, суд присяжных все-таки оправдал. Более того, если судебное разбирательство закончилось оправданием, через год, но это уже не так активно обсуждалось, в 1897 году нашли и голову убиенного, которая по обряду должна была быть, в общем, ее не должно было быть на этом месте. Через несколько лет двое русских крестьян во время, ну, перед самой смертью признались в том, исповедались священнику и признались в том, что они это специально подстроили, потому что претендовали на земли вот этих самых крестьян из соседней деревни. В общем, дело завершилось, но подобные судебные разбирательства продолжались. Если мы говорим про территорию Европы, то это, например, известнейшее в своем антисемитском характере дело Дрейфуса. Если мы говорим про Российскую империю, то, наверное, еще больше резонанс получило дело Бейлиса, которое развернулось как раз накануне Первой мировой войны. Тут мы видим портреты двух известнейших людей, которые сыграли весьма важную роль в мултанском процессе. И если говорить о дальнейшем развитии вот этих сюжетов о кровавом новете, то надо сказать, что в советском государстве, по крайней мере, в первой половине XX века, такие разбирательства практически не случались. По крайней мере, были другие проблемы, которым уделялось гораздо больше внимания. Но в период так называемой Хрущевской оттепели, когда советское государство начинает новый антирелигиозный поворот, напомню, что фактически православная церковь в тот же самый период Великой Отечественной войны стала практически легитимным институтом в советском государстве. А вот здесь, на рубеже 50-60-х годов, происходит так, что все, как их тогда называли, секты, то есть это термин, который советские власти очень активно использовали для объединения всех тех организаций, которые не признавали легитимность советского государства, в том числе, например, пятидесятники. То есть все эти секты, они подвергались яростному преследованию. По материалам КГБ можно обнаружить, что неоднократно фальсифицировались те или иные дела. Например, да, кстати, есть такое понятие, как антисектантский психоз. То есть само понятие секта, оно активно очень вошло в речевой обиход именно в этот период. То есть если до этого, например, на рубеже 19-20 веков это понятие было активным словаре ученых, которые, или, например, чиновников, которые активно описывали там тех же старобрядцев или какие-то другие религиозные объединения, неправославную церковь, которая как бы была легитимной, то здесь это слово возвращается и им очень активно клемят всех подряд. И нужно сказать, что выходят активно художественные произведения, книги, фильмы, в которых показываются какие же страшные эти самые, например, пятидесятники или яговисты, как они там едят детей, приносят жертву и так далее. Примером тому, что является дело Федотова. Федотов был одним из руководителей подмосковной группы пятидесятников и сохранилась документация, по которой очевидно, что во время одного из шествий пятидесятников женщина кидается к Федотову со словами «пожалуйста, не приноси в жертву мою дочь». О какой жертве идет речь? Выясняется, что эта женщина была специально подговорена, она была завербована. Ни о какой жертве вообще до этого речи не было. Но это послужило основанием для возбуждения уголовного дела. И вот ровно в этот момент появляется так называемая антисектантская статья 227 Уголовного кодекса, которая принимается в 1960 году, где мы опять видим те самые сюжеты. Причинение вреда здоровью. Ну, утыкивание иголками, взятие крови, проповедование религиозных вероучений, ну, половая распущенность и руководство такой группой. В общем, все старо как мир. Прошу прощения. Здесь представлены сюжеты, кадры из фильмов, которые выпускаются в этот период и нагружены, предельно нагружены такой антирелигиозной, антисектантской риторикой. Далее. Третий кейс, о котором я бы хотела рассказать, касается непосредственно моего исследовательского опыта. Если мы говорим, и опять же возвращаемся после 50-ти одних к одной из групп других, к еврейскому населению, если к началу 20-го века на территории Российской империи проживало огромное число евреев, то после Второй мировой войны, как вы понимаете, после Холокоста, вот этот другой, он оказался совершенно выключен из контекста. Ну, понятно, то есть многочисленные, миллионные жертвы. И что происходит в этом случае с исторической памятью? Вот вопрос, который мы задаем в ходе своих экспедиций. Здесь я бы хотела порекламировать нашу книжку, нашу книжку «Утраченные соседцы евреев в культурной памяти жителей Латгалии». Что такое Латгалия? Латгалия – это регион северо-восточный на территории Латвии, пограничная территория с Белоруссией и Россией, где проживают помимо латышей и латгальцев, также еще и русские, в том числе и старообрядцы, и белорусы, и поляки. И, естественно, до Второй мировой войны это были и еврейские, например, городки, в которых евреи чаще всего занимались ремеслом, торговлей, то есть были значимыми агентами вот этой социальной жизни местного населения. И мы в своих экспедициях, которые предпринимает, организует Московский центр «Иудайки Сефер», а также наши партнеры – это музей истории евреев в Латвии, мы в своих экспедициях встречаемся с людьми, которые, с одной стороны, старшее поколение помнит этих евреев, пусть они и были детьми, то есть это люди, рожденные до войны, а также люди, которые родились уже в послевоенное время, но, возможно, что-то слышали от своих родителей, близких и так далее. Так вот, что происходит с этими историями в таком контексте? Светлана Амосова, руководитель нашей экспедиции, говорит о том, что все эти истории, которые мы записываем, в которых непосредственно фигурирует кровь, мотца и все остальное, можно поделить на несколько типов. Наветы и убийства. Ну, то есть это непосредственно пересказы истории, о которых они слышали. А способы получения крови, это вот детальная документация, ну, устная документация, да, того, что можно брать... Собственно, у меня есть примеры. Того, что можно брать кровь, например, вставив иголочку в дверную ручку, и соседка, которая придет, ну, не еврейка, она, естественно, поранится, и ему потом нужно подойти, эту кровь взять и добавить мотца. Естественно, все эти истории, они пестрят самыми разными деталями. Любопытно вот что. Что... Еще раз повторю вот эту идею, что у нас есть некоторая группа большинства, и есть некоторая группа меньшинства, а некоторая группа других. Люди, которые помнят евреев, они обязательно уповают на то, что вообще-то мы слышали о том, что евреи приносят людей в жертву, мучают, забирают их кровь и так далее. Но это какие-то евреи в больших городах. А наши-то были другими, наши были хорошими. То есть вот этот образ положительный, образ добрососедский, он постоянно транслируется. Понятно, что можно говорить о том, что историческая память, она претерпевает... У нее есть там свои механизмы развития. Воспоминания претерпевают свои трансформации, особенно в связи с тем, что есть, помимо, собственно, памяти у людей, есть еще и другие влияющие на них агенты. Это СМИ, это, например, местная администрация, которая возводит памятник жертвам Холокоста. Это музей, в котором внезапно, несмотря на то, что в советское время не было вообще никаких упоминаний о евреях, которые здесь жили, а тут вот в постсоветское время здесь появляется, например, экспозиция о жертвах Холокоста или, например, о довоенном населении этой территории. То есть важно еще и то, что следующие за ними поколения, они уже не имеют вот этой рамки памяти, они не имеют опыта взаимодействия, и поэтому для них все евреи приравниваются к некоторым абстрактным давним жителям этой территории. То есть вот эта память о добрососедстве, она теряется, и появляется некоторый обобщенный образ. Давайте подведем краткие итоги. Во-первых, само понятие кровавого навета, оно относится к тому, что мы можем назвать фантомом коллективного воображения, то есть это способ изображения какого-то другого, отличного от нас, и поэтому непонятного нам человека или группы. Можно выделить ряд сюжетов, которые повторяются из раза в раз. Причем эти сюжеты, несмотря на то, что они относятся к разным группам, в одном случае это пятидесятники, в другом случае это какие-то еретики непонятные, в третьем случае это могут быть, например, в случае с европейцами, колонизаторами, жители местных колонизируемых территорий, неважно, Индия это, территория Индии это или Ближнего Востока. Все эти механизмы, они примерно одинаковые. Первоначально другой рисуется нами как некоторый страшный, ужасный, непонятный, невообразимый, всячески варварский и так далее. Это же мы читаем в описаниях, например, которые оставили миссионеры, приезжавшие на территорию Америки. Именно так они изображали индейцы. То есть вот эти механизмы первичного воображения другого, они универсальны. Именно так порождаются, воспроизводятся образы другого, в том числе и сюжеты о кровавых наветах. Нужно также помнить, что сюжеты о кровавых наветах, несмотря на то, что, казалось бы, это слухи, это фольклорный источник, это некоторые речевые элементы, что эти слухи неоднократно становились основой для судебных разбирательств. И нужно помнить о том, что и сегодня кровавые наветы очень активно функционируют уже благодаря развитию средств массовой коммуникации, и до сих пор на их основе выстраиваются самые-самые разные невероятные тексты, поэтому, в том числе коррелирующие с историями заговора, с конспирологическими теориями, неважно, кто там правит миром, инопланетяне или какие-нибудь 12 масонов-капиталистов, в общем, давайте читать книжки и не верить слухам. Пожалуйста, вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажем, солдаты, армии, противники или национальные стадии, противники, собственно. То, что происходило там в Великой Отечественной, то, что происходит сейчас. Есть ли исследование на эту тему и меняется ли ситуация с наряду? Спасибо большое за вопрос. Он относится к сфере изучения разных, конечно же, наук. С одной стороны, это какие-то визуал-стадии, которые будут изучать, например, газеты или рекламные прокламации, пропагандистские листки военного времени. С другой стороны, это действительно какие-то исторические дисциплины. С третьей стороны, что-то еще связанное с культурологией. Важно другое, важно то, что механизмы остаются одними и теми же. Вот эта вот меметическая адаптивность, она срабатывает всегда. То есть для того, чтобы мы стали больше ненавидеть... Ну, сейчас я говорю... Здесь очень хочется прорекламировать ролик Евгении Тимоновой «Все как у зверей» из серии про патриотизм. Для того, чтобы начать... Для того, чтобы усилить нашу ненависть к другому, нужно изобразить его таким страшным, приносящим жертвы, мучающим детей, младенцев и так далее. То есть механизмы универсальны. Другое дело, что меняются формы их подачи. Продолжение следует... А, ну кто-то... Ага, спасибо. Если говорим о големе, то я, наверное, не буду здесь уделять много времени, но это известный персонаж, опять же, связанный с способами воображения в Восточной Европе еврейского населения. Считается, что вот, значит, в Праге появилось некое существо, которое эти евреи создали для того, чтобы обезопасить себя от большинства. Про это очень много всего сочинено, несмотря на то, что это средневековый, естественно, не еврейский, да, источник повествует о големе, а там кто-то из местных католических авторов воображает, ну, фиксирует в письменной форме вот эти вот слухи. Далее голем просто пошел в массы и породил множество образов, которые мы можем видеть в книгах, в фильмах и так далее. Очень, например, советую... Ну, раз уж мы говорили про художественные формы, да, про художественные источники, очень советую книжку «Приключения кавалера и клея», где, вот, голем становится одним из ярких, интересных, смешных персонажей. АПЛОДИСМЕНТЫ